Русский постапокалипсис. Самобытный и в некотором смысле философский. Жизнь после ядерного взрыва в Москве совершенно уникальна. Сегодня в марафоне фантастов наш знаменитый современник Дмитрий Глуховский. Автора международного бестселлера «Метро-2033» Дмитрия Глуховского называют писателем нового типа и одним из родоначальников сетевой литературы. Его биографии значатся. Работа в составе группы журналистов, на постоянной основе освещающих деятельность российского президента, бояж на Северный полюс, поездки на крупнейший в мире космический комплекс Байконур и закрытый для всех Чернобыль. Фантаст утверждает, что его задача как писателя только поставить вопросы, которые читатель захочет обдумать и найти ответ самостоятельно. Родился 12 июня 1979 года в Москве в семье журналистов. Его отец работал в редакции вещания на Югославию, переводчик сербской поэзии. Мать была фоторедактором в ТАСС. Надо сказать, что и многие другие родственники отличились творческими профессиями. Мальчик научился читать уже в два с половиной года, а считать в пять. Причем в школе он умел складывать и вычитать в уме трехзначные числа. Любящие родственники были убеждены, что из Димы вырастет гениальный ученый. Привыкнув, что учиться легко, Глуховский, по его словам, окончательно распоясался и скатился на тройки по точным наукам. Русский язык и литература по-прежнему давались ему блестяще. Дмитрий, когда вырастет, продолжит семейное ремесло. Станет сначала журналистом и уже потом возьмется за большие формы. Главный бестселлер автора – это, конечно, «Метро-2033». В 2002 году это было новаторское, если не беспрецедентное решение. В 2005-м книга была выпущена. Книга переведена на 37 иностранных языков. Стала основой для трех видеоигр и права на ее экранизацию были выкуплены голливудской киностудией «МГМ». Культовый фантастический роман «Метро-2033», принесший автору огромную популярность – самая обсуждаемая российская книга последних лет. Ее тираж составил полмиллиона экземпляров. Это роман о москвичах, спасающихся от последствий ядерной катастрофы в подземке. Интересный факт – в издательствах, которым молодой фантаст предлагал роман, работу не приняли. И Глуховский сразу выложил весь текст в интернет, не тратя силы на попытки добиться публикации на бумаге. «Метро» в итоге превратилось в трилогию. У Глуховского вышло еще несколько успешных романов, но славу первой книги они не переплюнули. Новый виток в карьере придет к писателю после экранизации его произведений, которые уже не будут фантастическими. Буквально недавно прогремел фильм «Текст», снятый по книге Глуховского, а последний, разорвавшийся в умах бомбы, стал сценарий к сериалу «Утопии». Автор вроде бы далеко отошел от первоначального жанра, взявшись за мистический реализм, даже хоррор. Однако неизменным останется умение Глуховского задаваться сложными вопросами устройства общества. Вместе с автором предлагаем задаться вопросами и вам. Книги Дмитрия Глуховского и других писателей ждут своего читателя в библиотеках городского округа Воскресенск. Татьяна Колганова, Руслан Полянин, Новости Искровект.